Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное плановое заседание занятия университета рабочих корреспондентов. Тема занятия об обыте заключения коллективных заговоров рабочих в России. Ведет занятие делегат Российского комитета рабочих Дмитрий Ильич Кирилов. Пожалуйста. У меня вопроса. Письменная комиссия, не знаю, наступление в следующем месте. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи! Как вы знаете, первый коллективный договор был заключен товарищем Сталином в 904 году во время стачки. И с тех пор это положило начало профсоюзному движению в России. И с тех пор уже прошло много времени, и профсоюзное движение знает массу положительных примеров, побед. И, пользуясь случаем, хочу поздравить вас с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, которая, в общем, явила миру коммунистический способ производства и совершила переворот, революцию. И, в общем, основанием этого было как раз рабочее движение, профсоюзное движение в России. В разное время профсоюзное движение тоже имеет свои спады, подъемы. И, к сожалению, контрреволюция оставила глубокий след в сознании рабочих, который тормозит, мне кажется, тормозит сегодня развитие рабочего движения. Вот это поражение, да, от которого мы до сих пор еще, так сказать, не оправились в полной мере, вот, и которое нам необходимо преодолеть, вот это, вот это, в головах, да, вот это, то есть, как бы, последствия, да, этого удара, вот, по всем рабочим. Ну, а что сегодня? Ну, сегодня мы знаем примеры профсоюзного тоже победы докеров, которые заключили успешный коллективный договор. Наша партия рекомендует включать требования докеров и постановления, и нормативные акты, которые им удалось добиться. К сожалению, сейчас какой-то наблюдается спад, в общем, в рабочем движении. Ну, тем не менее, тем не менее, жизнь как бы подсталкивает нас к тому, чтобы усилить борьбу по всем направлениям. То есть, это последние события, связанные с повышением пенсионного возраста, в общем-то, поставили вопрос так, что, в общем-то, это вопрос борьбы вышел на план такой уже выживания, можно сказать, выживания рабочего класса. И также и сохранение его здоровья. Вот, мы же хотим всех дожить до пенсии не какими-то там развалинами, да, вот, и инвалидами там и все прочее. Поэтому борьба за шестичасовой рабочий день является ключевым сейчас таким звеном, которое обосновано экономически. То есть, это, оно включает в себя как бы, как бы все улучшения. То есть, это и снижение вредных факторов, ну, таких как там воздействие, значит, вредных факторов окружающих среди на рабочем месте. Вот, ну, и потом экономически тоже, то есть, мы имеем сейчас что? Мы имеем сейчас сокращение, вообще идет сокращение, да, сокращение рабочих мест. То есть, вот, то есть, наши капиталисты, мы это наблюдаем, что они, в принципе, ну, тенденция такая, что, ну, не развивать, не развивать производство. То есть, подъедать вот это вот старое, как бы, да, запасы ресурсов, материальные ресурсы, то, что им досталось, так сказать, там, по дешевке, да, можно сказать, задарма, да, получили, получили народное, да, вот, достояние. Вот, то есть, и вот это вот образ наших капиталистов. То есть, ничего не вкладывать, ничего не создавать, вот, вот, проверьте это, выкачать все ресурсы максимально, человеческий ресурс в том числе. То есть, мы видим, как относится капиталист к основному, к основной производительной силе, рабочему классу. То есть, выжимаются все соки, абсолютно цинично повышается пенсионный возраст. То есть, ну, и в этом, конечно, есть, ну, не хочу сказать вина, но ответственность какая-то и профсоюзов тоже лежит на этом, на этом, что вот, что мы, рабочие, как бы, позволяем, да, так вот, ну, вести себя. То есть, если мы не боремся, не участвуем в какой-то, там, в борьбе, в профсоюзах, то правящий класс в лице государства, да, и, как бы, да, ну, делает дальнейшие шаги. То есть, отказ от борьбы, это не значит, что борьба не идет, то есть, она все равно будет идти, будут следующие шаги по ухудшению нашего положения, если не предпринять вот какие-то вот меры, в общем-то, которые, вот, на российском комитете рабочих, у которых я присутствовал в качестве делегата, вот, от коллектива своего, как раз рассматривались вот вопросы, то есть, что такое комитет вообще, российский комитет рабочих? Это представительство, представительство от коллективов, от профсоюзных организаций, либо от коллективов, куда приезжают рабочие с разных мест, городов, вот, и коллективным, так сказать, сознанием, да, вырабатывают стратегические задачи, ну, и также тактические задачи, как нам улучшить свое положение, вот, вот, и ценность вот этого мероприятия, что, что именно рабочие там принимают, принимают решения, вот, кто как не мы рабочие, в общем-то, знаем положение, вот, и, и, как говорится, на своей шкуре это все, то есть, что, что именно лучше для нас, вот, там и вырабатывается, А что лучше для нас, рабочих, это лучше и, так сказать, для производства, для развития общества в целом, потому что именно рабочий класс может организоваться на больших предприятиях, и что-то повлияет как-то на ситуацию, там, ну, интеллигенция, она, сами понимаете, ну, что может, как она, она может подсказать, вот, опять же, то есть, это вот слияние, да, интеллигенции и как раз вот такие рабочего движения, где вот это вот соединение, да, а вот это, в принципе, и есть, как бы движение, движение к развитию нашего общества, к прогрессу, да, то есть, это вот действующее такое мероприятие прогрессивное, которое очень, так сказать, нужно сейчас рабочим и всему обществу, прогрессивному обществу. Вот, ну, в общем, были такие, значит, рассмотрены три вопроса, были очень интересные доклады, ну, я сразу скажу, что я, как вот человек, в общем, ну, рабочий, да, но вот как таковой борьбы, опыта, там, коллективных действий, вот, ну, нет у меня, да, пока нету, вот, я надеюсь, что, ну, то есть, деваться некуда, все равно придется, придется, то есть, мы сейчас поставлены в такое положение, что, что ты, ну, как бы, ждать, когда, когда тебя сократят, или там вышвырнут с работы, или, ну, или это самое, или заберут там часть зарплаты, как бы, да, и, ну, то есть, положение будет ухудшаться, мне это понятно, поэтому я вот во всем без борьбы оно будет ухудшаться, вот, поэтому вот я и езжу на этот комитет, чтобы, чтобы послушать, как вот, как идут дела, да, у рабочих, чтобы научиться чему-то, вот, и я призываю тоже своих товарищей тоже посетите этот комитет, и, ну, если нет возможности, но есть видео тоже, это очень полезно смотреть, то есть это вот осознавать, что происходит вот сейчас-то на самом деле, вот, что положение серьезное, на самом деле, товарищи, вот, и, в принципе, ну, буржуазия, как бы, все это дело, ну, не развивается, вот, и, и в мире тоже обстановка, вы тоже, наверное, в курсе, что, как бы, империалисты тоже везде, как бы, и все это, конечно, ну, серьезно очень, то есть, это, это действительно, от этого зависит выживание сейчас, выживание, от борьбы, от борьбы за 6-ти часовой рабочий день, в частности, вот, ну, значит, вот, вопросы были такие, значит, насущность борьбы профсоюзов за увеличение продолжительности жизни работников, ну, этот вопрос, в общем-то, тоже сейчас стоит очень остро, потому что мы знаем, что сейчас оборудование старое, изношенное, еще с советских времен, в принципе, очень мало сейчас каких-то прогрессивных таких действий со стороны буржуазии, которое вкладывается, да, вот, в оборудование, то есть, в фонды, да, в основные, и в основном идет вот выработка, выработка, причем, амортизация тоже уходит, там, совсем не туда, куда надо, и выработка ресурса человеческого, вот, и поэтому, чтобы сберечь как-то свои силы, свое здоровье, вот, нужно улучшать обстановку на своем рабочем месте, ну, как это сделать, ну, вот, сейчас прошла, там, вот, комиссия по САУ, да, вот, все знаете тоже, наверное, вот, и, в общем-то, работодатель старается снизить, снизить показатели по вредности, то есть, ну, нанимает, как бы, этих представителей, да, которые проводят, ну, и, конечно, надо участвовать, активно участвовать, вот, в этих, значит, комиссиях по САУ, вот, то есть, рабочим, ну, конечно, надо немножко разбираться в этих терминах, то есть, чтобы не выглядеть, как бы, ну, совсем-то уж, как бы, не понимать, о чем речь идет, то есть, о каких показателях, ну, и, конечно, сами рабочие, вот, кто, как не рабочие, знают, вот, какие, какая вредность, там, да, чем мы дышим, но не все мы видим, да, но, как бы, есть факторы, которые мы не видим, да, но они есть, там, допустим, ну, вот, тот же флюс, там, да, паяем, да, вот, я сижу, вот, я, ну, пары свинца, да, их, вроде, нету, и, как бы, нету, и вредность там такая, ну, то есть, ты ее не чувствуешь сразу, вот, ну, есть, там, показатели, вот, то есть, надо контролировать, про союзом, это первое, ну, одна из первостепенных задач, то есть, улучшение, улучшение положения рабочих на самом рабочем месте, то есть, условия труда, вот, ну, также, конечно, сейчас переработок очень-очень много, то есть, люди перерабатывают тоже, мы это все знаем, что, ну, много об этом говорилось, и вы понимаете, то есть, сейчас вот, вот, при, при таком режиме, да, который нам уже, уже вменили, как, как говорится, вот, я имею в виду, повышение пенсионного возраста, то есть, переработка, это вообще, это, это, ну, это, я считаю, смирники, то есть, вот, люди, которые, ну, еще и работают там в выходные дни, то есть, это тоже надо понять, это, в принципе, это, ну, люди, дело добровольное, то есть, это вообще не регламентированное никакими договорами, да, то есть, ты сам уходишь, как бы, ну, или там тебя попросят, да, и ты вроде как, ну, там, по каким-то, значит, свадим, или бы, там, войти в положение, там, там, это самое начальство, то есть, план там, и не успеваем, вот, под какими-то такими предлогами ты уходишь, там, да, и, ну, и что, и, как бы, тебе еще работать, там, да, десяток лет, там, может быть, не один, и, и, как бы, и ты, ну, сгоришь просто, сгоришь, ты не доживешь, до пенсии, если ты выходить будешь, и это, вот, это, вот, это можно сделать вообще без всяких, как говорится, коллективных действий, ну, просто, нет, кстати, в этом тоже можно договориться, вот, в своем, да, в своем цеху, в своем подразделении, что не будем выходить, и все, вот, пожалуйста, это, это простое, это самое простое, самое простое действие, что может быть, там, забастовка, там, да, это, это высший пилотаж, конечно, это сложное, сложное организационное мероприятие, но, вот, то, что, вот, это, вот эти вещи надо иметь в виду, и, конечно, с этим, и профсоюзы тоже должны бороться, это одна из задач, тоже, для профсоюзов, вот, ну, конечно, вот, ликвидация мест с повышенной вредностью, то есть, очень много у нас сейчас таких мест в России, мест, которые, вот, в добывающей промышленности, на которых, в общем-то, люди, ну, получают очень большой вред, продолжают работать в этих условиях, и там продолжительность жизни значительно ниже, чем в местах, где нет этих показателей, показателей, и, вот, нужно тоже добиваться устранения этих мест, и это, как раз, перекликается с тем, что, что вот именно там-то и нужно внедрять, внедрять технику, новую технику, где, как раз, вот, люди, там, вот, гальваника какая-то, да, вот, вот это, вот, дышат, там, вот, запылённость, загрязнённость, вот, где нужно внедрять технику, вот, и, в общем-то, в этом мы тоже ставим свои цели, да, то есть, модернизация, модернизация производства. Ну, кто мы? Мы рабочие, да, что мы тоже заинтересованы в этом, заинтересованы, чтобы производство было современным, чтобы всё было, говорится, чисто, красиво, да, в хороших условиях, там, и пообедать можно, вот, в определённых местах, отведённых, там, они где-то, они где-то там, ну, не знаю, на том же, на рабочем месте. Поэтому вот тоже эти все моменты профсоюз, конечно, должен учитывать. Это всё я сейчас рассказываю, то, что было на комитете, то, что было в обсуждениях, вот, вот, по этому вопросу выступали рабочие, в общем-то, вот, рассказывали. Ну, вот, в частности, вот, Дмитрий Толпаков, там, приехал-то, наш, питерский, из Колпина, вот он делал доклад и рассказал, что, вот, как у них на предприятии, большой упор делается на такие мероприятия, как бы, оздоровительную, развлекательную часть, ну, это и понятно, в принципе. Ну, в наших условиях профсоюзы, они, ну, вот эти жёлтые, так называемые, профсоюзы, или там, ну, разные, да, то есть это неоднородное тоже, это профсоюзное движение, вот, и проблем много, конечно, там тоже вот, и, но, вот то, что они делают, это тоже положительный момент, вот, то, что там экскурсии, да, вот какие-то предлагаются оздоровительные мероприятия, то есть в нерабочее время, понятное дело, вот, когда люди выезжают, там, спортивные какие-то, конные там мероприятия, но, я что хочу сказать, что, ну, пусть, и пусть и хоть что-то они делают, да, профсоюз, ну, возможно, они там свои какие-то интересы, там, с начальством где-то пересекаются, и там, какие-то деньги, там, это, но это бог с ним, это уже вопрос другой, это всё равно правильно, это всё равно нужно делать, потому что, вот вопрос свободного времени, да, как вот я так понял, что у нас люди вообще не понимают, зачем им вот этот, мы там, за 6-часовой рабочий день, да, а для чего этот рабочий день, вот не все даже понимают, что можно культурно сходить, куда-то, там, не пиво попить, да, с друзьями, а съездить на экскурсию куда-то, в Эрмитаж, там, Пушкин съездить, Павловск, опять же, можно во время этого пообщаться, то есть между собой, то есть есть такая возможность с разными, там, подразделениями, цехами, там, люди тоже разные, можно обсудить, опять же, эти вопросы, вот наши вот эти насущные вопросы, это тоже полезно, потому что на работе тоже не всегда есть время, вот, так что это, это тоже нужно делать, и хотя бы, вот, если это, ну, делается такая работа, и почему нет, ну, конечно, здравоохранение, да, в первую очередь, что такое здоровье, это, это здравоохранение, ну, сейчас, как бы, такой термин, это для советского, наверное, времени больше подходит здравоохранение, сейчас охранением здоровья, как бы, ну, все меньше и меньше занимается государство, наше работодатель занимается, 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 но, там, опять же, это надо толкать, то есть это, вот, тоже задача профсоюзов, то есть, выбить какие-то, вот, ну, поликлиника, чтобы была там своя, да, вот, но это, это тоже, конечно, вот, на больших предприятиях, вот, опять же, это, там проще это все сделать, борьба за увеличением продолжительности жизни, да, ну, это, конечно, здоровье, да, вот, в первую очередь, это здоровье, то есть, снижение вредности, вот, сауд, да, регулярные бровосмотры, ну, прививки, в общем-то, вот, вот это вот, там, рентген, ну, вот, выявление, там, гиагностика вредностей, ну, также профсоюз должен отслеживать, отслеживать, отслеживать вредности, то есть, статистику ввести заболеваний, профессиональных заболеваний, вот, ну, и также смертность, смертность тоже имеет место, травматизм, травматизм и смертность, это, ну, не какие-то редкие случаи на производство, поэтому, вот, тоже это надо иметь в виду и отслеживать, вот, эти, динамику эту, да, вот, и это тоже, вот, задача для профсоюзов, освещать эти вопросы, вот, ну, вот, в принципе, вот, по первому вопросу, так, значит, да, еще, ну, и, конечно, это все предмет для коллективного договора, то есть, это не абстрактные какие-то разговоры, это, в общем-то, пункты, которые нужно включать в коллективные договора, вот, по, значит, по медицинскому обслуживанию, ну, и также, вот, было принято решение обязать работодателя, значит, на эти мероприятия, которые, включение в коллективные договора обязанности работодателя направлять на мероприятия по улучшению условий охраны труда не менее 3% от стоимости выпускаемой продукции, вот, 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 тоже важный такой пункт, потому что, ну, если это прописано в коллективном договоре, то уже можно, уже есть предмет для разговора, можно спросить за выполнение этого договора, вот, ну, так, вот, борьба за нормальную продолжительность рабочих смен и перерывов для отдыха, то есть, вот, тоже, вот, люди, которые работают в таких тяжелых условиях, там, запыленность, температурные перепады, то есть, нужно требовать прерывов, вот, потому что, ну, кому это надо еще, то есть, кто будет заботиться, если как не сами работники, если им тяжело, вот, работать в этих условиях, то нужно поставить вопрос в профсоюзе, в правкоме, доводить до сведения и, значит, ставить эти вопросы на обсуждение и тоже подводить к коллективным договорам, то есть, коллективный договор – это, в принципе, такой инструмент, вот, замечательный, да, который дает нам буржуазное право, то есть, в рамках законодательства, все законно, вот, улучшать положение работников, но это задача, конечно, самих работников, потому что, ну, 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 как, работодатель, он сидит, сидит там в своем кабинете, ну, все, все там, все шикарно, в шоколаде, там, секретарша, как говорится, все, все в отличных условиях, то есть, он, он-то не испытывает на себе эти… – Лекция. – Эти воздействия все, то есть, и даже, и даже наоборот, он заинтересован, чтобы люди побольше там, ну, не от своего, как бы, да, злого такого характера, да, а по своему положению, он в этом заинтересован, чтобы люди дольше работали, вот, в этих условиях находились, то есть, это предмет борьбы, вот, вот, и это тоже вот надо очень понимать, что такое положение у нас сейчас, что если мы сами не начнем за свои, за свои интересы бороться, вот, то никто не будет, это самое, за нас там, наоборот, еще, еще и поддадут, вот, вы не боретесь, вот, как говорится, вот, и получайте еще, еще как, еще что-нибудь ухудшение, – поэтому вот так вот, это, такова жизнь, как говорится, вот, при капитализме. Вот, ну, что тут еще интересного было? Вообще было, конечно, очень много, много высказываний интересных, мыслей, противоречивых зачастую, но, вот, опять же, в этой борьбе, вот, идей, вот, каких-то находится истина, да, то есть, это, в принципе, это, вот, вот, это постановление, да, оно, продукт тоже борьбы, да, которая, вот, в обсуждениях выработана, работа, произведена работа определенная, вот, и, в общем-то, разные высказывались там мнения по этому вопросу, что, вот, было такое, что, вот, что не надо, вот, типа, вот это все, это, там, значит, поездки, экскурсии, там, вот это все, ну, ерунда, это, как бы, ненужное, ну, это, как бы, не наш, это насущный интерес, это какой-то корпоративный дух, вроде как, вот, значит, тут присутствует это, ну, не наша какая-то тема, вот, но, все-таки, я считаю, что нужно, вот, и потом, понимаете, еще, вот, как вот, когда сейчас сознание, да, рабочих, да и вообще, ну, у нас трудящихся, рабочих сейчас, ну, на таком, вот, классовое, да, сознание, оно, в таком состоянии, в общем-то, зачаточное, то есть, забитый народ, вот, работой и вот этими, опять же, неудачами, да, которые у нас постигли, вот, это, есть в психологии даже такой, вот, это, как выученная беспомощность, да, вот, вот, есть понятие такое, вот, что, когда человек, вот, находится, вот, долго, да, в каких-то условиях, ну, вот, он, уже, когда, вроде как, и есть возможность, там, бороться, а он не борется, потому что, ну, что, он привык, уже это, как бы, привык уже, и, и уже ему, уже это самое, и тяжело проявить свою волю, да, то есть, вот, это тоже, поэтому, поэтому, вот, любые, любые действия коллективные, я вот, что хочу сказать, что это все на пользу, все, что делается, любое улучшение, как бы, которое, люди, своей борьбой, да, удалось добиться, маленькая победа, пусть маленькая, то есть, это все очень важно, и начинать надо с малого, то есть, мы ставим, конечно, задачу большую, большая, сложная задача, 6-часовой рабочий день, это, ну, серьезно, это, ну, тут за это, за это, конечно, стоит побороться, но у людей должно быть уверенность, что у них получится, да, чтобы такую, вот, ввязаться, да, большую драку, да, вот, начинать надо все-таки, что, что-то, вот, хоть что-нибудь, вот, но полезное, да, как-то, вот, людей собрать, платить, и это тоже задача профсоюзов, вот, воплощение коллективов, в общем-то, это одна из задач перевозкипленных. В чем причина, что они такие пассивные, сработки, причина, почему они вот такие, мы, чем буржуи все-таки, вот, заглавим, вот, он ответит. Ну, причина, да, я вот сказал, что одна из причин, что, во-первых, вот этот удар контрреволюционный, да, а так это еще началось же еще в советское время, что, в принципе-то, все, как бы, решали, за нас решали, начальство виднее, как бы, это что, ну, все было уже тогда, то есть, когда мы потеряли эту основу, да, диктатура пролетариата, вот тогда уже и корни-то там, оттуда все идет, вот это ежедневенчество, вот это, ну, жили, как у Христа за пазухой, да, в советское время, все, в принципе, я помню это тоже, все, там, лагеря пионерские, какая борьба, ну, где, где там борьба-то была, ну, вот, в принципе, это и вот там вот, оттуда это все пошло, а еще потом и контрреволюция, и людей, люди, как бы, растерялись, как бы, да, и это вот, это проблема, действительно проблема, как-то вот раскачать, раскачать это, но нет нерешаемых проблем, я думаю, что наши, наши люди все-таки оправятся, и тому примеры, вот, успеха, которые проявили докеры, и в других местах есть же положительные примеры, я не хочу говорить, что все так плохо, и тут ныть, да, ныть, это не способствует, но этот фактор надо иметь в виду, конечно, и, то есть, вот, ну, к тому, что все-таки, вот эти мероприятия, когда направлены на сплочение, пусть, но, опять же, это культура, развитие, да, мы же ставим задачи какие? Обеспечение полного благосостояния, свободного в стороне развития, да, ну, вот, развитие, а развитие – это тоже вот и культура, и, опять же, спорт, вот, ну, и свободное время, конечно, это, вот, как вот, уже, венец, да, вот, всего этого улучшения – это шестичатовой рабочий день. Ну, вот, наверное, как-то надо за временем. Да, ну, я вот хотел еще сказать, вот, по выступлению, вот, Валентина Калита, вот, чем еще ценно, да, что вот на комитет рабочих приезжают тут люди, которые имеют опыт, опыт, вот, коллективных действий, там, написание договоров, переговоров, это же все очень непростые дела тут, то есть, без опыта, так вот, да, вяжешься, да, вот, в это, в это дело, да, и получишь сразу там, ну, как бы, это, ну, шишек, шишек набьешь, да, и, как бы, конечно, когда вот есть пример, который вот человек уже, так сказать, получил этот опыт, да, там, негативный опыт, пусть он, там, что-то удалось, что-то не удалось, вот он рассказывал там, что, ну, они провели переговоры, заключили договор у себя на предприятии, удалось выбить небольшое, как сказать, повышение, да, повышение, там, ну, полтора процента, вроде немного, да, ну, все равно, это, ну, это все равно, они сделали это, потратили силы, опыт приобрели, вот, что важно, то есть, как Михаил Васильевич говорил, что научиться плавать, можно только плавать, по-другому никак, все замечательно, конечно, есть и теоретическая у нас база, замечательная у нас ученые, там, вот, все это обосновывают, экономические, там, все правильно, все, образов нету, ну, а вот, как бы, двигать это все, вот, это уже практика, и учиться надо, конечно, необходимо учиться, сейчас тоже, вот, на сайтах есть видео лекции, сейчас у Михаила Васильевича, лекции, там, очень интересные тоже, вот, ну, это тоже надо, вот, изучать, смотреть это все, как бы, то есть, вот, какие выводы, да, я сделал, что, вот, по его, да, выступлению, Валентина Ковита, что, конечно, выходить на, на это, на мероприятие должен быть коллективный договор, во-первых, на руках уже, ну, готовый, ну, может быть, сырой, там, еще какой-то, но он должен быть, пусть он несовершенный, там, еще, вот, то есть, нужно выходить, конечно, подготовленным, вот, и, так же и поддержка коллектива, очень важная, вот, без этого тоже, ну, ничего не получится, в принципе, в принципе, наверное, все, да, я, может, лучше на вопросах, что больше всего заполнилась на РКР. Ой, знаете, ну, много интересных выступлений, действительно, много, и вот, насыщенная такая программа, яркая, вот, в Калию это выступление очень понравилось, оно интересно тем, что, ну, кстати, его тоже можно посмотреть на, в интернете, выложено на, на сайте Фонда Рабочая Академия на Ютубе, на канале Фонда Рабочая Академия, вот, то есть, вот, чем ценно, то есть, вот, именно вот все вот эти шаги, да, как вот переговоры проходили, как подготовка шла, с чем он выходил, то есть, вот, реальный опыт такой вот человек прошел, ну, и тоже было выступление, ой, там, забыл фамилию, да, это самое, Кудрявцев, да, вот тоже, да, вот у него аксакал такой вот, тоже по профсоюзной борьбе, вот, тоже интересно выступал, какие вот нюансы, да, в переговорах, да, как вести переговоры, какие подводные камни там могут быть, какое это вообще, это сложное дело, на самом деле, ну, выступать, да, как бы с противником, с таким, который подготовлен, грамотный, он учился, там, он специалист, ну, пудрит мозги по-всякому, какие могут быть, вот, чего ждать, да, вот, чего ждать в этих переговорах, да, то есть, опять же, когда ты вот уже, ну, знаешь, да, какие могут быть там варианты, да, то есть, ты уже как-то более уверенно себя чувствуешь, то есть, вот, знание придает уверенность, вот, это очень ценно все, ну, и надеюсь, тоже когда-нибудь поучаствовать в переговорах и написание коллективного договора, да, в принципе, вот это было интересно, ну, а так, интересно очень много, так, вопроса. Российский комитет рабочих обсуждает вопросы борьбы со сверхэксплуатацией, то же самое делают и ФНБР, и КДР, и другие организации, а что делает РКР для борьбы с самой эксплуатацией? Со сверхэксплуатацией, да, Евгений? Да. Сверхэксплуатацией, это эксплуатация, ну, в принципе, это... Ну, боретесь за улучшение, как бы, условий, да, в современных условиях, боретесь со сверхэксплуатацией. А что делается, чтобы вообще это явление, так сказать, преодолеть? Ну, знаете, ну, РКР, да, вот как раз, как раз... Ну, РКР, да, за аттестацию, если проще, за то, чтобы обедать в удобных местах. Ну, вообще, РКР... РКР борется за штистовая рабочая идея вместе с вами, ну, к примеру. Ну, понятно, ну, вообще, РКР, она не является, как бы, политической, такой, организацией, то есть это... То есть ничего не делают? Нет, почему? Ну, вообще, со сверхэксплуатацией, ну, во-первых, вопрос, я, наверное, не упомяну, вопрос о доведении уровня заработной платы, который... Да, со сверхэксплуатацией, все равно это в рамках, все равно эксплуатация остается. Что делать, опять же, чтобы... Ну, вы имеете в виду политические... Ну, и политические, экономические, как, и политические, да, самоэксплуатация. Все деятельности РКР подготовлены... Нет, 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 я лектора... Ну, вы написали... Ну, вы имеете в виду вообще устранение эксплуатации, как таковое, то есть, как в коммунистическом... То есть, цель приближения, как бы, к коммунизму, да, я так понял. Вопрос, что, ну, в рамках капиталистического производства мы... Борете со сверхэксплуатацией? Боремся... Боремся с эксплуатацией, да. Со сверхэксплуатацией вы будете? Как с эксплуатацией вы будете? Как борется? Ну, улучшение... Он проживает взять власть в свою руку? Нет, нет, это... Восстановление есть там? Нет, ну, понятно. Это вообще... Такую задачу мы не ставим. Ну, это не мы, мы, как бы... Это, это, это задача не для... Не для рабочих. Ну, подождите, ну, что значит не для рабочих? Не переживайте, ну, дайте что-то сказать. Это самое, да, конкретно вот такой задачи там, да, что значит, ну, как взять, что, свергнуть там правительство, да, это как бы... А какая провокация? Нет, нет, нет. Такого нет. Вообще, следующий вопрос. Это, это самое, таких, таких... Нету таких. Ну, наоборот, нет, нет, не бойся. Не бойся. Среди, давай. Не бойся. Не только со сверху, вообще спорта не бойся. Не, ну, как-то борются, он еще предлагает. Так, в чем причина апатии рабочего класса? Вот именно причина апатии. Последствуют вопросы. Ну, почему, например, Жириновские, буржуи, все, хакоматы, все, они активны, они никогда не устают. А почему рабочие сразу руки опускают, сразу синдром хронический устал, ну, почему вот так? А вот олигархи, которые, они, нет ни одного пассивного олигарха, иначе он не выживет. А вот рабочие, они все. Вот причина, в чем? И с точки зрения марксизма, объясните мне. Марксин тут вопрос, ответ не дает. Ну, вот я коснулся, у меня есть такая вот точка зрения, что вот эта вот пассивность отчасти вызвана ежедневенчеством в советский период. Вот, и также вот этот проигрыш рабочего класса, то есть как потеря власти, потеря неудачи, да, вот такая постигла нас. Вот, она вот еще как бы висит этим грузом, да, которым мы не можем преодолеть воля, как бы как-то победить. То есть разучились, разучились бороться, то есть надо учиться заново, как это самое, как ходить заново, значит, после травмы, да, там какой-то человек останавливается, то есть, ну, и много предательства партии, в том числе и КПСС. Многое, опять, почему же она переродилась, только не с тобой, миссия. Давайте следующую вопрос, ну, да, вот эту, да. Вот эту, да, вы все узнаете, а потом, когда я начал тратить, я буду перебивать. Будет ли изданные материалы комитета рабочих в виде брошюры, рабочий жолобов. В виде брошюры, вообще такая практика существует в газете. Нет, в виде брошюры с мотивированной конференцией, там же будут наиболее удачные выступления. Да, да, так что, да, будет, да, и будет брошюра, я думаю, да, наверное, тоже обычная. Будет брошюра, я говорю, да, всегда выпускаю, и в этот раз надо выпустить, а не будет. Так, как и кто должен начать работу по заключению коллективного договора на предприятии, где нет профсоюза, нет договора? Ну, этот вопрос должен, значит, поставить работники, которые должны организоваться, профсоюз. Если его нет, то его надо создать и написать договор, ну, пройти какие-то там процедуры, устав, я не знаю, что там для этого. То есть создать профсоюз, кто? Ну, те, кто в этом заинтересован, работники, ну, тот, кто понимает необходимость, активные, инициативные люди. Спасибо. В чем последний вопрос? В чем причина? Так, ага, вопросов тут несколько. Вчера была 101-я годовщина апофеоза коллективных действий, рабочего класса, Россия, годовщина, вот. Так, где лично были в этот день вы? Ну, я был дома, в принципе, я никуда не ходил в этот день. Я не ходил. Почему? Логично. Захар, почему не был? Я готовился лично. Как говорили вожди наши, лучшее время для праздника – это посвятить нерешенным проблемам, да? Нет, это не праздник. Мы выходим, протестуем. Читайте дальше вопросы. Дмитрий Вячеславович, следующий вопрос. Ага. Были, были вы так. Значит, как использовали это событие, память о нем, для организации рабочего класса России? Как использовали? Ваша организация, которую вы поставили, как использовали? Вы были дома, а другие? Ну, я не знаю, о других я не буду говорить. То есть, никак? Не знаю. Я, я... Разве знаете, никак? Ну, почему сразу никак? Как-то использовали, то вы бы знали, в шкан-организацию. Ну, так никак. Ну, что, руководитель, что ли? Да, абсолютно. Давайте, следующий вопрос. Как вы использовали... На следующей странице вопрос. А нет, следующий вопрос. На третий вопрос. Как вы советуете бороться за повышение заработной платы? Почему? Там так мелко печатают. Против инициативы рабочих, профсоюзов, поддержкой Ротфронта. По высказыванию в ТЭКО... Обязательной индексации. А, по поводу индексации. Ну, вот тоже был пример очень хороший на... Значит, на... Вот на РКРе. Значит, по поводу батонов, да. Вот товарищ Бобинов привел такой пример, вот на пальцах, да. Значит, вот в начале года, да, наш доход составляет 100 батонов. Вот, значит, в конце года этот доход составляет 96 батонов. Вот. То есть, это вот показывает уровень, значит, инфляции, да. Вот. А что такое индексация? Это когда в конце года нас выводят на уровень опять этих 100 батонов. Вот. Но инфляция все равно жрет в течение года, это самые наши батоны, да. Вот. И мы все равно в минусе. То есть, при индексации. Ну, так лучше, чтобы было 80 батонов, а не 100. А мы выступаем за 110, да, или 130 батонов. Вы выступили против, чтобы хотя бы 100 было на фоне 80, реально батонов? Вы выступили против, чтобы было 100. Ну, мы будем выступать за индексацию, а получим... Мы выступаем за 20, но в реальности 80. В реальности. Ну, подождите, надо же выступать за улучшение, правильно? За улучшение. А где тут улучшение? Там улучшение заложено. Это не улучшение. Это улучшение. Не ниже, это улучшение. Индексация, это не улучшение. Ну, это вам внушили, что это не улучшение. Вы работаете, у вас заработная плата индексируется, как я дизайн? Слово индексация уже вот. Компенсация. Это все... Компенсация, вот это больше, больше подходит. То есть, это... Вот я считаю, это компенсация. Вам ухудшают заработную плату. Это вот меня побили, да, и я получил компенсацию там за моральный ущерб. Вот, вот что такое индексация. Понятно. И с юридической точки зрения. Смотрите. У вас каждый год повышается заработная плата? Ну, у нас... Я пока это... Вопрос, чем не занимался еще, чтобы я сейчас... Сколько вы батонов получаете? Я еще там на этом предприятии не отработал. Год. Поэтому... Понятно. Вопрос, чем не отработал. Нет, там еще есть вопрос. Вопрос, где-то ранее. Про выборы президента. Саша? Угу. Да. КПС. Это важно. Да, не противник. Чего? Я не могу найти вас. Может быть, так озвучить его? Вопрос. Янкар пишу, напиши печатными буквами. Я тебя кашат не пишу. А, вот. Так. Нет, это... Нет. А Фредник как может выступать? Как вы используете компанию товара президента? Вообще, правильно. Угу. Ну, мы... В частности, я тоже выступал... С... Разъяснением... В общем, о том, что... Это мероприятие, в общем-то, буржуазное, и... Участие рабочего человека, вот, кандидата, ну, неприемлемо, ни с какой стороны, вот, в этом, то есть... На пост, как говорится, вот, главного по делам буржуазии, да, то есть, комитета по делам буржуазии, да, вот, выдвигать человека из рабочих, то есть, в какое положение вы его собираетесь поставить, то есть... То есть, угнетать, да, угнетать рабочих, своих же товарищей, своих же братьев. Он переродится рабочий. Спасибо. Переходим к выступлению. Спасибо, Наталья Тридович. Четыре записывалось выступление. Давай, Захар, представим. Так. Милянь. Я это... Прошу выключить телевизор, чтобы я вам не испортила впечатление. А зачем? Давайте, давайте. Хорошо, я не отвечаю. Хорошо, как будет. Мы знаем выступающего несколько лет. Ну, и все друг друга знаем уже. Да вы выходите сюда чего? Нет. Не слышно будет. Микрофон-то здесь. Какого выступает? Какого выступает? За чем было? Уважаемого докладчика. А, вот это дело. Он выступал не просто как человек, он выступал как продукт наших лекторов, уважаемых профессоров, наших лекций ежегодных. И он говорил их словами, оперировал их идеалами внушенными. И даже результатом, потому что беспомощность внушенная – это тот самый результат, который создали наши уважаемые профессора и лекторы. В целом, программу наших уважаемых профессоров и лекторов я бы определила той маленькой книжечкой, которая встречает нас на входе «Экономизм». Наш уважаемый докладчик словами внушенными сказал, что самое высшее – это коррективный договор. Шестичасовой рабочий день. Коррективные договора и докеры, а больше о высшем, чем о докерском договоре, просто и мечтать нельзя, это просто образец. Он только не сказал, что на прошлых лекциях выступали от профсоюзов докладчики такие же каковы, сказали, что докеры пошли вниз, остальные тем более. Все это временно, ненадолго, и коллективные договора, разные струк действия их кончаются. Это вовсе не то достигнутое счастье, как, например, советская власть. То есть высший результат, когда коллективный договор у него на горизонте, он сказал. А вот советская власть на горизонте у него не мелькает. Это результат наших уважаемых лекторов и профессоров. О политической власти, о том, что рабочие раньше были властью в стране, даже речни, даже заикания нет. Это обучают наши профессора и векторы. Дальше. О политической борьбе, о соотношении экономической борьбе, ставили вопрос большевики уже в 1896 году, то есть в самом начале экономического движения. А уважаемые наши профессора, Попов и Герасимов, учат, что должно быть стадии экономической борьбы, долгая, 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 а потом только можно ставить политические вопросы. Ленин уже в 1896 году выправил их и сказал, фраза начинается с экономических приоритетов и кончается фраза. В пределах одной фразы выправлял Ленин, сидящий в тюрьме, а кончается политическими, ориентированной борьбой за политические цели и идеалы. Было поставлено в упреку в ответ на претензию товарища, вопрос правильный, закономерный, почему вы такие слабые, почему пассивные. Было отвечено, что ижделенцами нас сделала советская власть, при которой мы там купались. А ведь власть это управление. О каком же управлении вы мечтаете? Оно будет снова в вашу пользу, если мы его достигнем, и вы снова будете купаться как сыр в масле, выходит это плохо. То есть управление своих было в пользу своих, поэтому мы все купались как сыр в масле. Ставить в упреку нашему управлению родному, что оно так делало, просто неразумно. Мы снова мечтаем о таком управлении. Власть-то это управление, а вот сейчас оно чужеродное управление. Итак, нам нужно мечтать о своей власти. И встает вопрос, как допускать и допускать ли в нее рабочих. Вообще вся тяжба разгорается из-за того, пускать ли рабочих во власть. Уважаемые профессора считают, что нет, они интеллигенты и сделают все. А вот рабочим можно бороться за коллективный договор и шестичасовой рабочий день. По поводу шестичасового рабочего дня, как высшего приоритета. Давайте мы запрем наших уважаемых лекторов и профессоров в публичную библиотеку. Там они могут духовно развиваться. И мы там не оставим им пищи. И через две недели их выпустим. Такая ровная ситуация сложилась в обществе. Наш докладчик сказал, что пенсионная реформа там их подлигла к чему-то. А до этого, до пенсионной реформы, которая в этом году только возникла, они уже годами знали о рабочих, которым не платится зарплата. Это голос сейчас. Но почему-то наши рабочие не подружились с этими рабочими. Они не поехали к этим рабочим, которые на всяких все прочие. И также наши уважаемые профессора. Связи между рабочими нет. Профессора не научили наших рабочих пойти к другим рабочим, других предприятий и устроить совместную завастовку не только города, но и всей страны, что называется всероссийская политическая стачка за смену политической власти. Этому наши профессоры. Наших рабочих не научили. И наши рабочие на своем предприятии борются за автомат газированной воды и за всякие другие условия, думая наивно, что они исправят положение при капитализме и будут его все время выправлять, выправлять, и поможет им в этом коллективный договор и шестичасовой рабочий день. Шестичасовые рабочие дни есть в других странах. Ничего там не поменялось. Есть также голодные, умирающие, капитализм. Таким образом, не борьба экономическая, а борьба политическая, которую смело надо назвать. А вы слышали, как затрепетал голосочком наш уважаемый доплачек, когда ему задали вопрос о политической борьбе. Он думал, что вы хотите, чтобы мы ставили такие цели? Хотим. И в 25 лет вы должны были ставить такие цели. И то, что управляла наша советская власть в вашу пользу, не такая большая вина. А вот то, что не научает нас борьбе, уважаемые, это плохо. С кем поведешься, от того и наберешься. Рабочая партия, какой она сложилась, вызывает к себе много вопросов. Мы желаем вам, других руководителей, почитайте книгу, я ее покажу вам, всем рекомендую. Вот это, она встречает нас на входе. Какая? Вот. Ленин, борьба Ленина против экономизма. Все наши уважаемые профессораты укладываются. И Ленина мои разоблечены. Нам нет и все сейчас Ленина, он нам уже нужнее всего. Но на страницах этой книги он есть. Спасибо. Товарищ директор. Молодцы. Я, наверное, думал, что Ленингарская организация РКРП троцкизма и жена в своих лидах. Что такое троцкизм, товарищи? Это борьба с коммунизмом с таких якобы архикоммунистических позиций. Что такое коммунизм, товарищи? Коммунизм, это соединение, коммунизм как борьба, как герокоммунистов, это соединение научного социализма с рабочим движением, организация рабочего класса. Ничего другого здесь нет. И ничего глупее, чем вот эти политические протесты, чем попытки сменить одного президента на другого, непорядочных президентов на порядочных, здесь нет. Это чистой воды идеализм, на который поймали нас демократы в 89-м, 91-м году. И бывает, это Марина Санель, которая говорит, что все, что и ничего, и что и следовало, это все идите к нам, в народный фронт. Мы вам говорим, как сказать, продажатели вот этого народного фронта. Это вот попытка сменить непорядочных лидеров на порядочных, непорядочного президента на порядочного, и вы это называете политической борьбой. Политическая борьба – это борьба красов. Крас, рабочий крас, чтобы он мог взять власть, он должен пройти для этого определенные стадии. Когда вы едете в Москву, да, Москва за горизонтом, Москва отсюда не видна. Вы должны проехать толстно для этого, который на горизонте, и которые должны все эти стадии пройти, вы от этого никуда не денетесь. И вы должны организовать рабочий крас, потому что если просматривать политическую борьбу, как некое кипение политических всяких деятелей, оторванных от крас, декрасированных, непонятно, чьи интересы выражающих, то это не политическая борьба. И не надо говорить, что Жириновский там на Лизюгану занимается политической борьбой. Это кипение внутри краса буржуазии. А политическая борьба – это борьба красов. А для того, чтобы крас мог взять власть, его надо организовать. И вот то колоссальное дело, которое делает Российский комитет рабочих по организации рабочего класса России, и которое вы типично троцкистских позиций пытаетесь закритиковать, и чтобы… Вот типичное дело – это хлеб троцкистов – это бороться с коммунизмом, с архи-коммунистических якобы позиций. Они со Сталином боролись, со своих архи-коммунистических позиций, и позже разоргали Советский Союз под архи-коммунистическими лозунгами. Вернемся к Ленину и его критике экономизма. Вот про это скажите. Политика – это… Ярлыки навесили. Что дальше? Да, вы сейчас… Ярлыки навесили, да? Что такое лень под экономизмом? Вам сказать? Под экономизмом он понимал стихийность в рабочем движении. Очень хочется понять ваше понятие, как понимал Ленин. Давайте. Не мое понятие, а у Саши Ленина. Субъективное ваше понятие. Это объективное понятие. Если вы подвозьмете ленинскую работу об экономизме, специально есть такая работа, там написано, что экономизм – это полетение в хвосте рабочего движения. То, чем вы занимаетесь как раз, поддерживая вот этих людей, которые три месяца терпели не выдачу заплаты, хотя у них трудовой кодекс подразумевает, что через две недели можно, написав соответствующее заявление, вырывать работу. А если они три месяца терпели, через три месяца у них начались протестные действия. И вы в хвосте вот у этих людей плететесь. И потом, мне странно слышать уплёки в том, что мы боремся со сверхэксплуатацией, не боремся с эксплуатацией, а вы боретесь за сверхэксплуатацию в виде индексации. Потому что индексация – это сверхэксплуатация, а выход на стоимость рабочей силы – это не сверхэксплуатация. И поэтому вы так вот боретесь против этого выхода на стоимость рабочей силы. Да, рабочему классу нужны силы, нужно время, нужно 6-часовой рабочий день, нужна зарплата, чтобы поднять голову и начать борьбу. А низкоопрачиваемые рабочие, я вот из-за вас, так сказать, здесь отказався от темы своего выступления, было очень интересно бы обсудить выступление нашего товарища Тарпакова первое. Вот там есть, было бы что сказать, это был бы интересный разговор. А так у нас разговор неинтересный, он тупой совершенно, пришедший в ругачку. И это, так сказать, характеризует, вообще говоря, товарищи Вашурами. Я думаю, только московская организация РТРП там увязывала в транскизме по самые уши. Там Гегеля паразонталью изучают и все такое. А я смотрю, у них как не лучше ситуация. Слово транскизм страшное, это же красное орудие для таких людей. Абсолютно страшное. Последний выступающий, товарищи. Я напомню очень известную мысль Ленина, когда он сравнивал формулы коммунизма, выдвигаемые определенными деятелями европейских демократических партий, с годнейшей постановкой вопроса Маркса, который связывал к вопросу улучшения условий труда. Известная мысль. Так вот выступление Дмитрия Юрьевича, вот он прекрасно, так сказать, продемонстрировал. Позиция рабочего, так сказать, человека, они с позиции уже здесь интеллигента. Вот эти вопросы, улучшение условий труда. Повторяю, которые Ленин назвал настоящими формулами коммунизма. Это первое, короткое замечание. Второе, по поводу индексации. По поводу индексации. Товарищ, мы этот вопрос обсуждали, теоретически у нас доказано. Что индексация ведет не просто к ухудшению условий труда. В сегодняшних, конкретных условиях России она ведет к уничтожению рабочего класса, к его вымиранию. Это же понятные цифры. У нас 25 миллионов рабочих. Но мы же должны не средние брать среднюю зарплату. Половина из них квалифицированные, а половина малоквалифицированные. Так вот этой половины, 12,5 миллионов человек, средняя зарплата 18 тысяч. Сколько на семью получается из трех человек? Даже из трех человек. Меньше прожиточного минимума. К чему это ведет? Да просто к умираю. Поэтому требование сегодня индексации, даже не нижней индексации, заработной платы. Это потворсывание тому и способствует плести швости буржуазии, которые ведут к тому, что рабочий класс вымирает. Третье. Я напомню очень такую историю, которая у нас уже почти три десятилетия. В конце 80-х годов вот здесь коммунистическое движение инициатива, огненный фронт и рудьячика собирали огромные митинги. Ну, вроде, если не тысячи, десятки тысяч шли. Остановили контрреволюцию? Не остановили. Стали разбираться по ней. Поняли, что советы нужны. Не просто митинги организовывают, а советы. Бросили клич. Я несколько, скажем так, может, обрубляю ситуацию. Ну вот, тоже массово не пошло это дело. Стали разбираться. Почему не пошли советы? Имеется в подлинном понимании не по названию, как Верховный Совет, а в СССР и другие. Избирали по производственным округам. Пришли к выводу очень простому. Откуда они появляются? Вот в предприятии должны в эти советы городские избирать делегатов. А кто будет делать? На предприятии должны быть Забоском, Сточком, Рабочий комитет. Их не было. Вот мой упёр, с чего начинать? Поэтому сейчас требования политической власти, которую здесь вот озвучивали, давайте вот советскую власть, это либо пустая фраза, либо провокация. Так что спасибо. А вы сами ходили, советы создавали? Правильно. А чем мы занимаемся? Через 8, на 10, в 14 годы ходили. В общем, Альбич находил в районы, и создавал их. И создавал их. И создавал. Это не создавал. Это не создавал. Это не создавал. Это не создавал. На ком? На ком? На заводы. На заводы. Что такое совет? Община, да? Вот община. И, в общем-то, мне эта мысль очень понравилась, так как это вот на фоне того, что сейчас вот мы как класс сейчас разобщены, в общем-то, все вот, ну, рабочие даже вот приходим на работу, поработать, как говорится, свалить, вот. А профсоюз – это вот как раз есть та община, которая должна по своему определению, по своему назначению сплачивать рабочих. То есть, и вот это их как бы одна из основных задач. И нам вот, чтобы собраться в класс, вот, нужна эта община, да, вот такая вот на производстве, община на производстве. И вот, чтобы была такая общность, да, вот, чтобы тянуло на работу, чтобы вот ты знал, что там, что есть дела, есть товарищи твои по борьбе, вот, по профсоюзе, да, чтобы это вот как цементом, да, с нас склеивало, да, вот это. Вот в силу такую, да, вот в силу. Вот, вот такой общности, вот, к сожалению, нет. А в этом, мне кажется, вот сейчас вот, ну, это самое, в этом и есть наша слабость. Вот, вот это и есть наша, вот, как говорится, вот, это Кащеева вот эта игла, да, вот, образно говоря, которую буржуазия очень хорошо использует. Она это понимает прекрасно. Там умные люди сидят, и что, с нами можно веревки видеть. Вот мы как сами по себе, каждый сам по себе. Никто, ничто. А вот сухой закон был бы. Один никто и ничто. И я очень правильно, тут выступали товарищи, что без этого опыта, да, без, не пройдя заключения договоров коллективных, да, переговоров, то есть забастовки. Какая власть, о чем вы говорите? Чтобы нам дали вот пендали, да, первые, первые, этот самый полицейский, и все, и выгнал всех. И, и, как бы, о чем вообще говорить? Если люди, люди не могут за это самое, за условия труда, да, побороться, а выгнал их, там, власть. Это серьезные вещи. Так что, путь только один через борьбу профсоюзов за свои условия с малого. Да, кстати, и по поводу этих самых, по поводу акций там всяких, протестных тоже, они, в принципе, и тоже нужны, да, но для чего? Для чего? Опять же, чтобы для агитации, для пропаганды, но не для того, чтобы там с властью тягаться, как бы. Это не тот, не тот, как бы, не те, не те, а эти категории весовые, чтобы, если получить там, как бы, ну, дубинкой. Нет, я не в этом смысле, для пропаганды надо участвовать, я же не говорю, что не надо участвовать. Надо участвовать, и митинги, и все, и протесты, но для чего, надо понимать. Вы же не участвовали вчера. Да. Я вчера тоже. Я вчера и жаловала. Я объяснил, почему. Последнее слово. Последнее слово, наверное, попросим, чтобы он организовал профсоюз, соответственно, стал председателем, да, и в следующей встрече, ну, в следующей встрече доложил, я организовал профсоюз, профсоюз, классовый профсоюз, соответственно, сколько человек у меня есть, и столько... Такое вот коллективное действие. Коллективное действие. Вот это хорошее пожелание. Спасибо. Тема следующего занятия. Возная. Екатерство объективного и субъективного в истине. Истина и практика. Читает лекцию доктор философских наук профессор Огородников.